У Гомельской области действуют не только ранее побудованные спортивные объекты, а и возводятся новые. В этом году, например, в областном центре должен заявиться лыжеролевная трасса и крытый футбольный манеж. Но главное не только побудовать, а и эффективно выкористовывать. И это вопрос в Беларуси находится на постоянном контроле, причем на всех узровнях. В 2017 году оно вздумалось в послании президента до Беларуського народа и национального схода. Делость разглядывалась на посадениях областного, Гомельско-городского и 14 районных оконавших комитетов. Сгодно с ведомостью и справознательностью, зараз постоянно спортом в Гомельской области занимаются больше 330 тысяч человек. Это омель 24% от огольной кольки сен-сенецкого региона и четвертый покажек сирот областей Беларуси. Больше активной физкультурой и спортом занимаются в Минской, Гроздинской и Миллевской областях. Разум с тем, в областном управлении по спорте и туризме погаджаются. Гэтую лечбу можно повеличить, махчимых накерунков некакие, починающие от створения новых специализованных классов и организации массовых мероприемств до удосконаливания системы скидок на послуги спортивных объектов. В первую чергу это течится шмадетных семей у студентов и людей с обмешеванными махчимостями. Для инвалидов у нас имеется специальная раздевалка, которая оснащена лифтом и бассейн оснащен подъемным креслом, где они могут беспрепятственно попасть в бассейн. Для детей у нас есть отдельный бассейн, глубиной метр десять глубокая часть, в них могут дети заниматься с пяти лет, он отдельно и с ними занятия проводит тренер-преподаватель. Подчас посереджения Абруканкама эффективность деятельности физкультурно-спортивных сбудований анализуется у Сибакова. Отсюль и достаточно значный список пропонуемых мер от створения властных сторон в социальных сетках и наполнения интернет-сайтов необходимой информацией, в тем не менее на замежных мовах. А почнее потребование тем больше актуальное, что на Гомишине мают намер запрошать у регион на сборы замежных спортсменов. Хоть упору все-таки на местовое населенство, тем больше, что умовы для занятков у объекта спорта повинны поелепшиться, в этом году будет набытый новый сучасный инвентар, вызначены и креницы финансования, бюджетные сроки и гроши, которые отриманы от оказания платных послуг. Объекты спортивные должны быть интересны населению, для того, чтобы сегодня с учетом вот этой моды на здоровье, которая сегодня есть, люди шли, чтобы те услуги, которые люди хотят получать, спортивный объект мог предоставить. И благодаря поддержке губернатора нам это удается не первый год делать, и мы постепенно приводим в порядок объекты в регионах. И я думаю, что с учетом вот этой работы, плюс с появлением двух очень хороших объектов в городе Гомеле, также это позволит привлечь еще больше населения в спортивную инфраструктуру и, соответственно, ее эффективно использовать. Олег Синчаров, Валерий Копанько, Евген Макеенко, телерадио компания Гомель.